Как побороть чрезмерное влечение к сладкому? Давно научно доказано, что сахар действует на мозг по тому же принципу, что и кокаин. Это доказывает сравнение снимков мозговой активности после употребления сахара и кокаина. И несмотря на то, что наркотический эффект от кокаина в плане воздействия на сознание сильнее, привязанность к сахару формируется даже быстрее и держит человека намного крепче. Почему же нам так хочется сладкого? Как от этого избавиться? Чего не хватает в организме? Почему хочется сладкого? Общие причины. Чего не хватает в организме, если хочется сладкого? Пять простых техник избавиться от тяги к сладкому. Лучшие альтернативы сладкому и мучному. Часто проблема тяги к сладкому лежит не в физической, а в психической сфере. Нехватку каких эмоций и ощущений мы восполняем с помощью сладкого. Рассмотрим подробнее эти и другие вопросы ниже. Почему хочется сладкого? Общие причины. Главная проблема сахара в том, что к сладкому нас приучают с детства. Некоторые родители выстраивают на этом целую методику воспитания. В качестве поощрения угощают ребёнка сладким, в качестве наказания лишают этой радости. И всё бы ничего, но это формирует в психике ребёнка деструктивную модель поведения. Даже будучи взрослым, он может постоянно реализовывать эту модель поведения, мотивируя себя преимущественно употреблением сладкого. Именно поэтому многие едят сладкое во время каких-то тяжёлых стрессовых ситуаций. Это позволяет вернуться в детство, снова ощутить себя счастливым, защищённым и радостным. Но это обман, сладкое — это суррогат счастья. Таким образом, тяга к сладкому формируется ещё в глубоком детстве. Сильная тяга к сладкому чаще всего обусловлена психологическими причинами. Во-первых, как уже сказано выше, эта модель поведения проецируется из детства. Во-вторых, сладкий вкус отвечает за эмоцию радости. И если в жизни не хватает счастья и радости, человек постоянно стимулирует себя сладким. Обратите внимание, что чаще всего сладкое употребляется по вечерам или ночью. Именно в это время суток человек сильнее всего ощущает тоску, одиночество, его настигают навязчивые и неприятные мысли. И корень проблемы чаще всего именно в этом. Причины тяги к сладкому кроются в психосоматике. Человеку очень сильно хочется сладкого, когда в его жизни недостаток счастья. Другие причины – физиологические. Природой задумано, что сладкий вкус вызывает выброс дофамина. Дело в том, что сладкие фрукты – это полезная для нас пища, а сладость – признак того, что фрукт созрел. И природой была продумана система мотивационного подкрепления, чтобы наш мозг реагировал выбросом дофамина на повышение уровня сахара в крови. И всё бы ничего, но с появлением искусственных сладостей это стало причиной настоящей наркотической зависимости от сахара. Почему постоянно хочется сладкого? Практически все наркотики действуют именно по такому принципу. Они провоцируют неадекватно высокий выброс дофамина в кровь, и это вызывает чувство эйфории. Сахар – не исключение. И так же, как и со всеми наркотиками, присутствует одна проблема – постепенно растёт толерантность организма сладкому. На привычную дозу сладкого организм начинает реагировать меньшим выбросом дофамина, и это приводит к необходимости постоянно увеличивать дозировку. Дело в том, что выброс дофамина даёт ощущение радости и эйфории, но его концентрация в плазме крови быстро снижается, и это вынуждает человека снова есть сладкое, чтобы вернуть себя в прежнее счастливое состояние. Вместе с тем толерантность организма растёт, и если сначала это одна конфета за завтраком, то впоследствии это уже три конфеты, пять и так далее. Вместе с тем увеличивается и частота приёма сладкого, периоды эйфории становятся всё короче и короче, и это вынуждает человека есть сладкое всё чаще и чаще. Таким образом, причины того, почему хочется сладкого всего две, либо психологическая зависимость, либо физиологическая, но чаще всего они подкрепляют одна другую. Есть ещё одна причина, почему хочется сладкого – это наличие паразитов в организме. Сахар – прекрасное питание для различных паразитов в теле человека и уже доказано, что паразиты могут методом выделения определённых химических компонентов влиять на мозг своего хозяина, заставляя его делать то, что им нужно. То же самое с сахаром, если паразитам не хватает питания, они будут выделять определённые химические вещества, которые будут давать сигнал в мозг о том, что организму нужен сахар. Но сахар в данном случае нужен не организму, а именно паразитам. Чего не хватает в организме, если хочется сладкого? Каких витаминов не хватает, если хочется сладкого? Есть ещё один секрет, почему человека постоянно тянет на сладкое. Желание съесть сладенькое может быть признаком нехватки хрома. Этот химический элемент обеспечивает нормальный уровень глюкозы в крови. И тут имеет место быть замкнутый круг. Если в организме наблюдается недостаток хрома, это может стать одной из причин тяги к сладкому, а если мы начинаем есть сладкое, это провоцирует вымывание хрома из организма, и проблема только усугубляется. Чем меньше хрома, тем сильнее тяга к сладкому, чем больше сладкого в рационе, тем меньше хрома. И дальше проблема будет только усугубляться. Таким образом, вполне возможно, что сладкого хочется от недостатка хрома. Итак, что же нужно съесть, когда хочется сладкого? Основные два продукта, богатые хромом, это брокколи и свёкла, лучше в сыром виде, так как термическая обработка снижает питательную ценность продуктов. Включать в рацион различные БАДы для насыщения организма хромом не рекомендуется. Во всех подобных добавках все витамины искусственно синтезированы и большей частью организмом не усваиваются. Таким образом, хром может избавить от тяги к сладкому, если причина сахарной зависимости именно в недостатке хрома. Как избавиться от тяги к сладкому? Как мы уже выяснили, причин, по которым можно постоянно хотеть сладости, может быть много. И к вопросу освобождения от сахарной зависимости лучше подходить комплексно. Мы выяснили, почему очень хочется сладкого, это либо модель поведения, заложенная в детстве, либо недостаток счастья и радости, как вариант, попытка снять стресс, либо зависимость чисто физиологическая, по принципу выброса дофамина, либо из-за нехватки хрома или наличия паразитов в организме. Повышенная тяга к сладкому возникает по одной из этих причин, либо по некоторым сразу. И, следовательно, методов работы с этой зависимостью существует тоже множество. Пять простых техник избавиться от тяги к сладкому. Начнём по порядку. Если причина этой зависимости лежит глубоко в детстве, и тяга к сладкому является принципом мотивации себя к действию, попробуйте пересмотреть свои цели и задачи. Если то, что вы делаете, вас не вдохновляет, возможно, не стоит стимулировать себя сладким, а просто найти ту деятельность, которая будет вам по душе. Тяга к сладкому по причине нехватки радости решается поиском новых увлечений и снова-таки поиском вдохновения. В том, что вам интересно. 1. Хатха-йога или физические нагрузки. Если же постоянная тяга к сладкому обусловлена привычкой таким образом снимать стресс, то можно найти альтернативные способы делать физические нагрузки, хатха-йога, медитация и другие техники. Вообще, физическая нагрузка — самый лучший способ отвлечься от стрессовой ситуации. Поэтому, если есть возможность, можно просто убрать в квартире, и на душе сразу станет легче. 2. Аналитическая медитация. Ещё один способ — это аналитическая медитация. Если возникла непреодолимая тяга к сладкому, не стоит сразу ей поддаваться или наоборот перебарывать усилием воли, просто помедитируйте на своё желание. Задайте себе вопросы. Действительно ли я этого хочу? Действительно ли мне это нужно сейчас? Решит ли это мою проблему? Станет ли мне легче? Когда мы начинаем логически рассуждать над нелогичными вещами, это позволяет проще побеждать зависимости. Потому что зависимость — это всегда нечто иррациональное, и ни одна зависимость не терпит хладнокровного рационального подхода. 3. Продукты, богатые хромом. Чтобы устранить физическую зависимость от сладкого, нужно попробовать ввести в рацион продукты, богатые хромом. Свёклу, брокколи и дыр, а ещё тот же шоколад и другие сладости можно заменить натуральными продуктами — кэроб, фрукты, финики, изюм, фруктовая пастила и так далее. Кстати, из кэроба можно готовить отличный домашний шоколад, вкусный и полезный. 4. Практика очищения. Как мы уже говорили выше, бывает так, что организму хочется сладкого, когда в теле есть паразиты. Именно они посылают мозгу сигналы о том, что нужно употребить сладкое. Здесь может помочь практика очищения организма, такая как Шангха Пракшалана, который очищает кишечник от всех паразитов. Если потребуется, можно выполнить эту практику несколько раз с перерывом в 2-3 недели. Главное, после очищения не возвращаться к сладкому, чтобы снова не формировать патогенную микрофлору. Обратите внимание, что для этой практики есть противопоказания и, как правило, её необходимо выполнять под руководством опытного наставника, чтобы не навредить своему организму. 5. Практика голодания. Ещё одним способом очищения, причём как физического, так и ментального, является голодание. Не стоит сразу загонять себя в суровые аскезы, можно начать с одного или двухдневного голодания. Как правило, после голодания ослабевает тяга к вредным продуктам. Хотя бывает и наоборот, мы оттягиваем маятник в одну сторону, а потом он летит в другую, и мы начинаем хотеть сладкого ещё больше. Поэтому для каждого подойдёт своя методика. Отказаться от вредных сладостей можно практически безболезненно, достаточно просто заменить их полезными натуральными сладкими продуктами. В идеале это могут быть фрукты, которые могут стать полноценным десертом или же какие-нибудь рецепты здорового питания, конфеты из короба, различные сладости из фиников и другие. Сыроеческая халва – отличный способ заменить вредные сладости. Достаточно просто измельчить в блендере замоченные семена подсолнуха, смешать их с мёдом и кокосовым маслом и оставить на ночь в холодильнике. И такая полезная сладость будет отличной заменой привычным вредным продуктам. Рассмотрим различные варианты замены сладкого более подробно. Присоединяйтесь к сообществу. Будьте первыми, кто узнает, когда мы публикуем новый контент. Ваша поддержка поможет нам создавать ещё более классный контент. Нажмите на кнопку подписки, поставьте лайк этому видео и оставьте полезный комментарий. Ваша поддержка значит для нас многое. Удачного дня!